Евангелие от Иоанна, глава двенадцатая Нардового, чистого, драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и отерла волосами своими ноги Его, и дом наполнился благоуханием от мира. Тогда один из учеников Его, Иуда Симонов Искариот, который хотел предать Его, сказал, «Для чего бы не продать это миро за триста динариев и не раздать нищим?» Сказал же Он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда пускали. Иисус же сказал, «Оставьте ее, она сберегла это на день погребения Моего. Ибо нищих всегда имеете с собою, а Меня не всегда». Многие из иудеев узнали, что Он там, и пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть и Лазаря, которого Он воскресил из мертвых. Первосвященники же положили убить и Лазаря, потому что ради него многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса. На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали, «Осанна! Благословен грядущий во имя Господне Царь Израилев!» Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано, «Не бойся, черь, Сионова, сетцарь твой грядет, сидя на молодом осле». Ученики Его сперва не поняли этого, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о Нем написано, и это сделали Ему. Народ, бывший с Ним прежде, свидетельствовал, что Он вызвал из гроба Лазаря и воскресил Его из мертвых, потому и встретил Его народ, ибо слышал, что Он сотворил это чудо. Фарисеи же говорили между собой, «Видите ли, что не успеваете ничего? Весь мир идет за Ним!» Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые елены. Они подошли к Филиппу, который был из Вевсаиды Галлейской, и просили его, говоря, «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Филипп идет и говорит о том Андрею, и потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Иисус же сказал им в ответ, «Пришел час прославиться Сыну Человеческому». Истинно, истинно говорю вам, если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире всем сохранит ее в жизнь вечную. Кто мне служит, мне допоследует, и где я, там и слуга мой будет, и кто мне служит, того почтит отец мой. Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего. Но на сей час я и пришел. Отче, прославь имя твое. Тогда пришел с неба глаз и прославил, и еще прославлю. Народ, стоявший и слышавший, то говорил, это гром, а другие говорили, ангел говорил ему. И Иисус на это сказал, не для меня был глаз сей, но для народа. Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон. И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе. Сие говорил он, давая разуметь, какую смертью он умрет. Народ отвечал ему, мы слышали из закона, что Христос пребывает вовек. Как же ты говоришь, что должно вознесено быть Сыну Человеческому? Кто этот Сын Человеческий? Тогда Иисус сказал им, еще на малое время свет есть с вами. Ходите, пока есть свет, чтобы не объяла вас тьма, а ходящий во тьме не знает, куда идет. Да коли свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света. Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них. Столько чудес сотворил он перед ними, и они не веровали в него. Да сбудется слово Исаии пророка, Господи, кто поверил слышному от нас, и кому открылась мышца Господня. Потому не могли не веровать, что, как еще сказал Исаия, народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да не видят глазами, и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. Сие сказал Исаия, когда видел славу его и говорил о нем. Впрочем, и изначальников многие уверовали в него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги, ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божью. Иисус же возгласил и сказал, верующий в Меня не в Меня верует, но в пославшего Меня, и видящий Меня видит пославшего Меня. Я свет, пришел в мир, чтобы всякий, верующий в Меня, не оставался во тьме. И если кто услышит Мои слова и не поверит, я не сужу его, ибо Я пришел не судить мир, но спасти мир. Отвергающий Меня и не принимающий слов Моих имеет судью себе. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день, ибо Я говорил не от себя, но пославший Меня Отец, Он дал мне заповедь, что сказать и что говорить, и я знаю, что заповедь Его есть жизнь вечная. Итак, что я говорю? Говорю, как сказал мне Отец.